Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о императорском дереве, мурайе. Да, такие растения выращивать в таком горшке, половина из него дренаж. Битый красный кирпич, который хорошо поглощает влагу, а потом отдает медленно. Только простолюдинам нельзя было иметь такие растения. Император имел право вдыхать этот запах цветущих растений. Пахнет жасмином ужасающе, особенно когда они все зацветают. Деду приходится даже общественного транспорта отказываться, потому что вся одежда пропахивает этим жасмином. Заходишь в маршрутку, она тебя оборачивается, как будто на деда вылили ведро французских духов. Это метельчатая мурая. А есть еще голландская, которая, как говорят, не цветет. Вот она перед вами цветет, видите? Как ее дед заставил цвести? Очень просто. Ветки надо разогнуть, вниз наклонить. Вот смотрите, здесь еще одна стоит. Вот одна, видите, веточка пошла. Вон бутончики на ней. Бутончики есть. Вот я опускаюсь вниз. Посмотрите, здесь тоже самое. Вот я поднимаю. Вот она с бутончиками. Она будет цвести. И растет, и ягоды такие же дают, как у метельчатой. Те же самые витамины. Так, следующая наша будет фильм о лимонах. Вот они такие, перед вами сорт. Павловский. Ягодка. На веточке где-то ставил по одной ягодке, чтобы не расслаблять растение, чтобы оно больше росло. Всем спасибо.